день и мы находимся в испании город бенидорм находимся рядышком с нашим отелем софия и из отеля софия мы предлагаем вам коротенькую обзорную экскурсию которая думаю будет всем интересно надеюсь когда вы будете в нашем отеле вы воспользуетесь этим видео и сможете по достоинству оценить есть ли смысл вам ехать туда или нет мы отправляемся мы отправляемся в пещеры канелябра а пещеры канелябра что там долго рассказывать поехали все сами и мы сели с ребятами в наш бусик и отправляемся значит первое что мы выясняем то что от нашего отеля от бенидорма от отеля софия на оливье до 6 ровно ехать 39 километров 39 километров у нас по времени сколько уйдет примерно примерно 40 минут езды то есть имейте ввиду что это такая легкая экскурсия чем она хороша тем что ее можно совместить с чем-то то есть мы или в пещеры и успеем еще отдохнуть на пляже или съедет допустим в гуадалес ну или какую-то другую обзорную экскурсию так что мы надеемся что она будет коротенькая легенькая и поехали а Так, сейчас мы наконец-то добрались до этой пещеры И первое, что нас встречает, это большая проблема с параковкой Учтите, что сейчас не сезон И машину запарковать негде абсолютно То есть мы свою машину запарковали на такой отвесной скале Вот можно видеть, да? И места здесь, если я думаю, что приехали бы чуть позже, не было бы вообще То есть вот просто на дороге оставляем здесь машину И смотрим за моей спиной, какое количество машин Не забывайте, что мы лезем в гору И там до 800 метров над уровнем моря Вот такой плавный-плавный подходик Я сам видел, как автобус еле вскарабкался туда И поэтому, если у вас нету навыков вождения То я думаю, приятно вам будет взглянуть на такую вещь Когда вы едете по краю дороги То не дай бог что-то случится с вашим авто Вот такой вот обрывчик То есть такой горный серпантин Ну мне это как бы как экстрим То есть если я еду с ребенком, мне, конечно же, немножко страшновато Если без ребенка, то, я думаю, нервы немножко щекотят Идем к вечеру Каделябра Естественно, что с этого плата открывается вид на самые высокие точки Испании Которые находятся вот в этой именно провинции То есть здесь вон видно Санта-Барбару Прямо вот отсюда И порядка десяти вершин, которые стоит посетить Это, разумеется, один из центров скалолазания И если посмотрим внимательно То здесь можно не только зайти внутрь пещеры Но и подняться под лесной скалей Как резут ребята наверху Я думаю, пора купить билет И зайти внутрь и насладиться сталактитами и сталамитами Так, сейчас я фактически спустился на самое дно пещеры И наша экскурсия уже пойдет отсюда Разумеется, мы не взяли экскурсовода Экскурсовод на русском языке Надо сюда приезжать с ним отдельно Поэтому не повезло И нам придется просто любоваться теми красотами Которым есть за моей спиной Но, увы, без комментариев Ну, тут в принципе все сделала природа И что такое сталактит и сталагмит Это понятно И поэтому можно любоваться и на сталактиты, и сталагмиты Вот огромная колонна Это когда капает сверху По-моему, она называется сталагмит И сталактит это те сосульки Которые находятся сверху А вот, это все, конечно, было сделано за много лет Насколько я понимаю, во время войны Здесь были склады с боеприпасами, оружием Даже вроде бы как какой-то самолет здесь прятали Говорят, ну, так что информацию Прямо, что здесь было, я не скажу Но зато можем понаслаждаться И так сейчас поднимаемся с самого дна Этой пещеры и постепенно наверх Пошли Наверное одно из немногих мест, где можно говорить без микрофона Потому что человек, который здесь один говорит На много-много метров слышен его звук То есть где-то там за метров 200 говорит Тихий экскурсовод, все стоят молчат А я слышу то, что говорит этот испанский экскурсовод Так, сейчас мы находимся на самом дне пещеры Здесь играет тихо музыка И теперь я понимаю, почему сюда не пускают больше, чем 20 человек Для того, чтобы не мешать наслаждаться Здесь такая идеальная тишина Что если закрыть глаза, можно себе представить в каком-то райском месте Такое ощущение, что это такой огромный католический собор В котором можно побыть наедине с собой, молиться А подумать о вечном А вы же понимаете, что сталактиты растут, по-моему, в год на один сантиметр И когда здесь их видишь по 3-6 метров То понимаешь, как уставалась природа, сколько тысячелетий на это ушло И это неописуемо действительно, настолько круто Что-то надо приехать для того, чтобы побыть одному И наслаждиться самим собой Ну, поговорить с собой Подумать вообще, кто-то в этой жизни Ну, вот какие-то такие темы сразу приходят Здесь есть возможность погуляться по ступеням Сейчас и проследуем за мной И посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Вот эти были ласточки, да? Угу И здесь есть пену Смотри-ка, со мной О, откуда она охерячая, видишь? Есть одно преимущество Если у тебя нет экскурсовода Ты не понимаешь местный язык Соответственно, можно включить дурачка И сказать, что некоторые вещи ты не знал просто О, мы отбились от этой группы И начали немножко полазить по скалам Вышли вот на такую площадку Я так предполагаю, что здесь какой-то балкон И с него впечатляющий вид То есть из глубины той пещеры Мы поднимаемся вот на такую обзорную площадку Но она, к сожалению, закрыта Ну, по каким-то причинам Но зато убегались по таким ступенькам Смотрите, какие здесь крутые ступени И сейчас, поскольку мы уже гуляем без группы Мы можем опять полазить И прикалываться Нет, просто тупенькам вниз Только надо при этом незаметно Это сделать, значит, люлей Здесь также есть такая выносная площадка Которая над этой пропастью И здесь можно какой-то экстримчик, опять же, попробовать И также сделать лучшие фотографии То есть если можно их найти вниз Вот сейчас экскурсия закончена И подсветка, скажем, выключена А вообще вот оттуда лучше видно эту пещеру Экскурсия, к сожалению, наша подходит к концу И сейчас уже экскурсовод попросит нас Покинуть помещение Потому что там нас ждет на улице следующая группа Я думаю, это была экскурсия вам полезна и интересна Не забывайте подписываться на канал Ставьте наши лайки А мы поехали дальше